Евгений Александрович Баргунов. Экранный псевдоним «Бывалый». Одно появление этого актёра в кадре уже вызывало гомерический хох. Его короткие реплики по сей день цитируются зрителями. Как вот на ночь поем, так всю ночь АБХС во сне вижу. А ты не спи! Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Только без жертв. Да, надо подождать. Правильно. Всё уже украдено до нас. Всё уже украдено до нас. Бардовары! Курзал! Где этот чёртов инвалид? Не шуми! Я инвалид! Евгений Маргунов был советским и российским актёром, театром и кино, режиссёром, сценаристом, продюсером и заслуженным артистом России. Он снялся в более чем сотни картин. Но наибольшую известность ему принесли культовые советские комедии Леонида Гайдая, Пёс Барбос и Необычайный Кросс, Операция И и другие приключения Шурика. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. И Кавказская пленница или новое приключение Шурика. Наш герой проставился благодаря роли бандита по кличке Бывалый. В этом видео я вам расскажу, по какой причине и кто поставил крест на карьере знаменитого советского актёра. Когда её ближе узнаёшь, понимаешь, что это совсем другой человек. Совсем другой человек. Хранимый, чуткий, понимающий. У поведения Маргунова в жизни и на экране было много общего. Люди, которым довелось пересекаться с Евгением в реальной жизни, отмечали его оригинальное и специфическое чувство юмора. Для многих шутки артиста были крайне обидными. Есть люди, которые считали его нахалом, человеком фрапирующим, шатирующим и т.д. Отчасти это правда. Иногда поведение героя этого текста было настолько вызывающим, что люди разрывали с ним общение в одностороннем порядке. Где этот чёртов инвалид? Не шуми, я инвалид. Великий режиссёр Леонид Гайдай, во многом благодаря которому Евгений и получил народную славу, также не избежал этой участи. Вы не скажете, который час? Да. Что, фонарел? Тяжело в учёбе, легко на работе. Коллеги Маргунова говорили, что он часто позволял себе шутить над ними и над руководством, из-за чего ввязывался в конфликты. Оказался такой, вроде бы, разгильдяй, казалось бы, на первый момент. Совершенно нет, он оказывается нужный, он очень собранный, чёткий, понимаете, серьёзный. В работе актёра над ролью есть понятие пристройка. Пристройки могут быть разные, снизу, на равных, сверху. У Маргунова в его моноспектаклях были только две пристройки, на равных с начальством, а также сверху со всеми остальными, с начальством любого ранга. Он общался по-приятельски, радушно и раскованно, как с одноклассником, с которым сидел за одной партой, а с остальными говорил спокойно, ровным голосом, с чувством собственного превосходства и лёгкого презрения. Остальные, в кавычках, понимали, что перед ними начальник, и поэтому его слушались и всюду пропускали, вспоминал Георгий Данелли. Актёр также работал в Малом Академическом театре и снимался в эпизодах разных фильмов на Мосфильме. Он долгое время жил без известности, пока случайно не познакомился с Леонидом Гайдаем. Тогда у режиссёра тоже был не самый лучший период жизни. Один из его фильмов провалился в прокате. Он уехал в деревню, где задумал экранизировать поэму Степана Олейника в виде короткометражки. Леонид Иович быстро нашёл Георгия Витцина и Юрия Никулина на главной роли, а вот на роль Бывалова никак не мог подыскать нужного актёра. Тогда ему помог директор Мосфильма Иван Пырьев, который посоветовал Гайдаю обратить внимание на Маргунова. «Передайте Леониду Иовичу Гайдаю, что я утверждаю Евгения Александровича Маргунова на роль Бывалова. Пусть время не тратит, средств не тратит и больше никого не ищет», — сообщил Пырьев своей секретарше. Краткометражный фильм «Пёс-барбос и необычайный кросс» с Гайдаевской троицей стал очень популярным, причём не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В 1961 году киноленту номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Закрепить успех «Троица» удалось благодаря фильмам «Операция И» и другие приключения Шурика. И «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика». В жизни Никулин, Витцин и Маргунов изначально тоже дружили, но потом рассорились. После того, как большая часть эпизодов к фильму «Кавказская пленница» была снята, Леонид Гайда пригласил всю съёмочную группу и актёрский состав на традиционный в таких случаях просмотр черновых дублей. В кинобизнесе принято на такие мероприятия приходить в гордом одиночестве и не брать с собой друзей, знакомых или близких родственников, поскольку предполагается, что до выхода фильма на большие экраны никто не должен его видеть. Но Маргунов пренебрёг этим правилам. Евгений пришёл на показ в состоянии алкогольного пенения и прихватил с собой несколько знакомых девушек. Нетрудно догадаться, что ничем хорошим это закончиться не могло. Что интересно, актёр и раньше часто вступал в открытую конфронтацию с режиссёром, но забегая вперёд, стоит отметить, что этот эпизод станет для Гайдая последней каплей. Прибыв на показ, Евгений расположился вместе с подругами. На последнем ряду и вёл себя крайне вызывающе. Видимо, его главной целью было спровоцировать присутствующих на конфликт, и у него это получилось. Практически сразу же Леонид Гайдая сделал ему замечание. Но, как рассказывала вдова Евгения Наталья Маргунова, он никогда не заботился о том, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих и никоим образом не контролировал своё поведение. И тот раз был не исключением. Маргунов пропустил замечание режиссёра картины мимо ушей. Он позволял себе открытое хамство и неоднозначные шутки в его адрес. При этом спутницы актёра громко смеялись, чем вызывали у всех присутствующих ещё большее раздражение. Очевидцы рассказывали, что из уст Евгения прозвучала следующая фраза. «Подумаешь, режиссёр, тоже мне Феллини!» Леонид проявлял чудеса терпения. Но после слов «Гайдай, что-то ты совсем мышей не ловишь!» Он взорвался. Прославленный режиссёр вырезал все сцены с героем своего обидчика и сообщил ему, что группа в нём больше не нуждается. В общих сценах роль Маргунова выполнял дублёр. Их конфликт произошёл из-за ерунды. После этого Гайдай снимал в Кавказской пленнице вместо Маргунова только дублёров. «Холодильник уже нёс не он. За рулём на горе Ай-Петри тоже был дублёр. Гайдай мне сам потом рассказывал. Бондарчук приводил ко мне Маргунова мириться. А чего мириться? Я не хочу. Для меня этот человек не существует», рассказывал Владимир Цукерман. После того случая Леонид Гайдай действительно вычеркнул Евгения Маргунова из своей жизни навсегда. Позже актёр пытался принести извинения режиссёру и раскаялся в своём поведении. Но все эти действия не вызывали никакого эффекта. Больше Гайдай никогда не работал с Маргуновым и даже не разговаривал с ним. Нина Павловна Гребешкова, муза и верная помощница Гайдая, говорила в интервью, что Маргунов относится к тем актёрам, с которым Леониду Иовичу было действительно трудно ладить. Проявления непростого характера Евгения Александровича нередко шли в разрез с режиссёрским видением эпизода или сцены. Супруга режиссёра старалась нушить Гайдаю, чтобы тот был менее амбициозен при подходе к Маргунову и побольше загружал его работой. Гребешкова убеждала мужа не конфликтовать и думать прежде всего о будущей картине, не тратить время и силы на ссоры. Гайдай слушался, но когда материал был отснят, прекратил общаться с артистом, хотя тот и приходил с извинениями. Эта ссора буквально поставила крест на кинокарьере Евгения Александровича, ведь с тех пор он стал сниматься всё реже и реже. Правда, неизвестно, приложил ли к этому руку сам Гайдай или просто никто не хотел связываться с прямолинейным актёром. Конечно, изредка Маргунов появлялся на экранах, но вернуть былую популярность уже не смог. В 90-х годах актёр и вовсе перестал сниматься в кино. Маргунов, Евгений Александрович, он занял определённую нишу в советском киноискусстве. И я убеждён, что все эти фильмы, и большие, где он играл, и маленькие, всё это будет жить. Я счастлив, что сегодня я приехал к вам именно сюда, потому что я так люблю фронтский борщ. У Евгения Александровича были проблемы со здоровьем. Несмотря на сахарный диабет, он не соблюдал диету, ел всё, что хотел, и порой забывал колоть инсулин и пить лекарства. Однако в последние 15 лет актёру стало трудно передвигаться, так как ноги отекали и опухали. Из-за этого ему даже как-то хотели ампутировать конечности. Мол жизни Евгения Маргунова мучил сахарный диабет. Отсюда нездоровая полнота и взрывной характер. Последнее время было особенно тяжело. Когда у Маргунова были обострения, он мог срываться на коллеги друзей, из-за чего многие перестали с ним общаться. Он ведь никогда не говорил, что болеет, поэтому никто не понимал, почему он становился таким раздражительным и кричал на всех. Состояние артиста ухудшилось после смерти младшего сына. В 1998 году 26-летний Николай погиб в ДТП. Когда Коля погиб, Женя первый раз в жизни впал в отчаяние. Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела, он срублен под корень, рассказывала супруга актёра. После трагедии Евгений Александрович как будто потерял смысл жизни. Он стал угрюмым и уже практически не ходил. Через год, 25 июня 1999 года, не стало ему Аргунова. Он умер после второго инсульта. Ему было 72 года. Он похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.